Туреада Первое слово – это охват молодежи. Так вот, за 7 лет он в разы вырос. То есть наша аудитория почти сейчас 100 тысяч, а мы начинали всего лишь с 50-60 тысяч участников муниципальных, региональных этапов. Сейчас вот это 100 тысяч. То есть на сегодняшний день спортивным туризмом занимается 100 тысяч молодежи. Вот в Приволжском федеральном округе. Вот это самое главное достояние, которое мы сейчас имеем. И изначально, если начинали мы, то были у нас дистанции второго класса сложности, третьего класса сложности. То есть теперь у нас дистанция четвертого класса сложности. Это позволяет как раз присваивать из разряда кандидат мастера спорта. Поэтому сюда едут не просто такие участники, а уже те, которые имеют хорошие результаты и едут сюда именно за результатами для того, чтобы себя показать и дальше развиваться. Даже после завершения праздничной программы ребята не торопятся расходиться по своим палаткам. Для них с авторскими песнями выступают барды со всех регионов. А вот так молодых спортсменов будут будить каждое утро. Зарядку для участников туриады проводить будут специальные инструкторы. По словам организаторов, такие разминки нужны, чтобы спортсмены избежали травм во время соревнований. Зарядка была необычная для меня. Это была, я так понимаю, йога. Необычная, интересная. И, скажем так, многие мышцы были задействованы непривычной для нас. Но в целом очень понравилось. Сейчас у нас ребята побежали на пробежку после зарядки. И только после этого они позавтракают. Вот такой у них будет стимул. В первый день соревнований участников ждут пешеходные и водные дистанции. Также творческие конкурсы. Их результаты будут известны поздним вечером. Рано Шагинян, Максим Пустовалов, Саратов, 24.